Что-то из области дури. Белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. Дэ значит не диктатор. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, значит он должен помочь. А демократ. Прошу. Зачем и что Лукашенко окончательно порвал с Россией? Нас кинули. Да побачили. Братья дорогие, старший брат, так же не поступает. И с чем хочет порвать еще? Мы застыли. Нам нельзя зависеть от одного человека. Я ухожу. Но я уже наработался. Шутка. А на уме пирушки, хоккеи да игрушки. Вся страна в пролете, президент в полете. Тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым. Кому это Лукашенко купил новый бизнес-джет? Значит ему не хватает самолетов для счастья. Коллекцию собирает. Кто-то машины, а он самолет. Это и многое другое. Прямо сейчас на канале Нехта. Поэтому вперед на баррикады. Америка в шоке от интервью Лукашенко. Журналистка США спровоцировала Лукашенко. Лукашенко сравнил США с нацистской Германией. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. И еще совсем недавно Гарант был едва ли не самым заклятым противником пиндосов. Беспощадно срывал маски в пух и прах, разнося лицемерных, лживых и ущербных политиканов. Вы, американцы, натовцы вообще, запад, как мыши под веником, ваше место там. Вы не вякаете два поколения пока. Мои, ее дети не забудут, что вы натворили. А натворили американцы более чем достаточно. Вы около миллиона человек угробили. А что творится сейчас в Ираке, в Афганистане, где главную скрипку играет демократическая, беру в кавычки, страна. Пошли дальше. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же. Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Не знаю, что бы делала Америка, если бы она не имела возможности печатать доллары. Вы еще больше долговой яме, чем мы. Пошли разного рода революции разных цветов по бывшим республикам Советского Союза, тоже при поддержке этих демократических, я бы сказал, дермократических государств. Уму непостижимо, но именно с этим самым злостным хулиганом на международной арене Лукашенко собрался углублять отношения. Приятного свидетельства. Выходит, что он и сам теперь демократ. У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а президент работает. Впервые за 26 лет настолько высокопоставленный чиновник из США приехал в Беларусь. Для того, чтобы с ним встретиться, Лукашенко даже пришлось отказаться от участия в субботнем хоккейном матче. Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. И тут вдруг выясняется, что беларусы – это американцы со знаком качества, ящен наш Франциск Скарына у Гарвардзе учился, а американский язык – это и наш язык. Мы с вами очень давно знакомы, к сожалению, заочно. Подождите, подождите-ка, а как же та самая куча… Фактов недемократичности вашего режима. Неужели все это была… Шутка. 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 Да и вообще, оказывается… Я свободу человека ценю превыше всего. Видимо, поэтому уже через год… Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Да уж, на что только не пойдешь ради хотя бы небольшого замедления неминуемого краха экономики. Дайте деньги. И Америка даст, хотя раньше давала только питьты за фальсификации выборов, разгоны мирных собраний и репрессии. Сегодня уже предлагает нефть. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство, наши производители энергоресурсов, готовые обеспечить вас необходимым нефтью на 100% по конкурентным ценам. Чего-чего, а лицемерия у Соединенных Штатов всяко больше, чем нефти. Заявлять о поддержке независимости Беларуси и прогрессе в области прав человека после того, как люди, вышедшие на акции за эту независимость, получили огромные штрафы и десятки суток административного ареста, как минимум неуместно. Да и вообще, кого они приехали учить стабильности и миру. С этим гарант и без того справляется на отлично. Более того, отсутствие войны — это же его единственная заслуга за четверть века правления. Наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка. И тут вдруг начинает выясняться, что... Война идет, понимаете, а вы болтовней занимаетесь. Правда, пока тревога ложная. Война идет экономическая, и причина ее в излишне затянутых братских узах да попутанных рамсах. З лузду съехал, чешу. Соседняя империя-то, оказывается, нимфоманка. Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее, он-то это знает. Простите, не нас, а вас. А ведь и раньше раком в Беларуси стояли разве что приводы в разваленных колхозах. Где он работает? Он раком стоит у тебя. Как только Россия посмела наклонить ненаклоняемого. Не понял, видимо, сам жесточайший. Слушай сюда, Шурка, от картошки шкурка. Сейчас ты будешь драник, не скучай. Ведь это именно он гарант гарантировал. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет. А тут на тебе, очень даже есть. Причем сразу в коленно-локтевую позу, без предварительных ласк. Каждый год нам приходится стоять на коленях. Но даже это Сипат и Пророк когда-то уже предвидел. Поэтому нас будут наклонять. И вас тоже. Частенько нас из-за вас. Правда, согласно той старой версии, наклонять должна была Америка. Здравствуйте. Приехали. Hello. We are there. Неблагодарное, однако, это дело. Разбираться в БДСМ пристрастиях сказочного дровосека. Зачем его только из больницы выпустили? Результат-то все равно один. Экономика Беларуси после всех этих наклонов продолжает по наклонной катиться в тартарары. Я проработала 27 рабочих дней. И получила 70 рублей. Плакала, рыдала. Я на похоронах у мамы так не плакала. Вот это вот получилось, что думаю, как я детям скажу. Ситуация настолько плачевная, что даже дети не хотят здесь рождаться. Недавно в стране зафиксировали исторический минимум рождаемости аж с 1945-го. Да-да, речь про социально ориентированное государство для народа. Теперь понятно, почему Лукашенко так часто вспоминает великую победу. Удалось разгромить мощного, до тех пор непобедимого врага. Извините, но других побед у нас для вас нет. А вот люди как живут, пенсии явно не хватает. Ходит, работы нет. Ходит, коробки собирает. Кстати, у белорусов самый большой уровень пессимизма по поводу будущего своей страны среди стран восточного партнерства. Нет стабильности. И ведь если раньше умирающую экономику, низкий уровень жизни, повальную миграцию и кучу других внутренних проблем можно было еще хоть как-то списывать на иностранное давление, неспокойную ситуацию в мире и заговор жидомасонов, то сегодня пенять можно разве что только на поставленных раком самих себя. Мужики, я вас очень прошу. Поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба. Не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. А у Лукашенко есть все, чтобы еще и нормально лететь. Несмотря на то, что денег лишних нет, на новые игрушки в секретных закромах всегда что-то да и не скребется. Новая Тесла, Майбахи, хоккейные турниры, клюшки, шлюшки, семейный отдых в Эмиратах, 18 резиденции – это еще цветочки. В авиапарке номер один снова пополнение. Бизнес-джет Гольфстрим G550 с бортовым номером EV001PG и ливреи в цветах государственного флага недавно нещадно спалился в Минском аэропорту. Куда же еще-то, спрашивается, ведь и без того уже есть два самолета и три вертолета. Украинские СМИ и российский Незыгерь предполагают, что для сына – Коли или Вити, но источники телеграм-канала нехто, кстати, подписывайтесь, уверены, что это для частных поездок. По слухам, вместе с внутренней отделкой а-ля по-богатому стайл, купленный в Австрии самолет обошелся белорусам на сумму с 8 нулями – 102 миллиона долларов. Ну, купил человек, ну окей, значит, ему не хватает самолетов для счастья. Может быть, зимой привозить Санта-Клауса, чтобы он конкретно попал в Беларусь. Чтобы ТО не проходить на предыдущем самолете своем, поэтому новый приобрел. Коллекцию собирает. Кто-то машины, а он самолет. Я думаю, это резервный вариант. Самолетов мало, удирать надо. Самолеты все под колпаком. То есть, чем больше самолетов, тем больше шанс смыться. Кстати, белорусы по этому поводу не особо-то и возмущаются. Зарплаты в государстве и без того огромные. Не знаю, куда вы деньги складываете. Всего лишь за 200 тысяч каждый белорус может позволить себе купить такой же самолет, как у Лукашенко. 200 тысяч огромных зарплат, разумеется. Это всего-то 17 тысяч лет беспрерывной работы. Надо раздеваться и работать. До седьмого пота. Можно, конечно, не думать об этом, живя сегодняшним днем. Много отдыхать, залипать в ютубчики и ходить в кафешки. А можно смотреть, как другие ходят. Вот же она, свобода. Я свободу человека ценю превыше всего. В ютубе наконец-то появился первый годный белорусский блогер, который снимает продоставку еды, делает обзоры на заведения и общепиты. Чтобы вы, мои зрители, ни в коем случае не заказали с этого заведения. Море полезной информации. Ссылка на его канал в описании. Поддержим земляка подпиской. Пускай эта кнопка станет не красной, а серой. Тем более в такое время, когда лишних денег в государстве нет. Пиар бесценен. Особенно в ситуации, когда можно что-нибудь поиметь взамен. Не зря же белорусские спецслужбы по 10 миллионов долларов в год тратят на консалтинг по пиару первого твару, что в переводе с белорусского означает «лица государства». Самолет с 20 тоннами белорусских лекарств на волне хайпа с коронавирусом лично от вируса с короной уже прибыл в братский Китай. И что, собственно, характерно за китайский же кредит. А скоро туда вылетит еще один самолет и даже глава Минздрава. Как говорится на прощание... Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. ...что в переводе с чиновничьего означает. А вы и дальше МПХ без соли доедаете, отдавайте последнее на лекарства, да ругайтесь в очередях за бесплатной медициной. Вот так, к примеру, выглядят машины скорой помощи в районных городах. Но китайцы-то дороже. Во всех смыслах. От них еще что-то поиметь можно. А с нищего народа не возьмешь уже ничего. Дорогостоящая вещь, но одно из приоритетов у нас – это развитие космоса. Когда коту делать нечего, он начинает космос развивать. Все остальные проблемы в стране решены, поэтому даже в бюджете на покорение космоса заложили в 4 раза больше денег, чем на поддержку малого и среднего бизнеса. Хотя и без того по количеству космонавтов на 100 тысяч населения мы давно первые в Европе. Потому что это высокие технологии. Так что даже не пытайтесь покинуть IT-страну. Эх, как? Не работает. Но кое-что позитивного в Беларуси все же есть. После прошлогоднего разноса Белгидромета погоду стали предсказывать куда точнее. Буду считать, что, наверное, что-то изменилось после встряски нашего гидрометцентра. А предсказывать переезд Лукашенко практически со стопроцентной точностью можно по традиционной показухе и Авралу в пункте назначения. На этой неделе включением режима жесточайшей чрезвычайщины очень порадовал Добруш. Ротово все к приезду президента? Нет, все хорошо. Еще чуть осталось, да? Да. Ну ничего, наведем. Александр Григорьевич, все сделаем. Сейчас вот здесь подровняем немножко, подсыпем. Смотрим на это здание с обратной стороны. Да здравствует наша страна. Косили траву, прихорашивали видные места и залатывали дорожные дыры совести. А реальные отношения местных властей к простым людям отлично показали с помощью главы Добрушского райисполкома Ольги Федоровны. Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дайте. Опачка. Ходят слухи, что теперь администрация Лукашенко будет пугать все отстающие проблемные города и села приездом к ним гаранта. Главное только не переусердствовать, а то когда-то Дулю с Маком сунут им. Опачка. Это мы покажем Александру Григорьевичу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Комментируйте ролики и ставьте пальцы вверх. Нажимайте на колокольчик и мы обязательно с вами увидимся. Также есть кнопка «Спонсировать канал», благодаря которой вы можете лично поучаствовать в развитии проекта и войти в историю. До новых встреч и хороших вам новостей. Возможно, это и плохо, у меня даже и нет мобильного телефона. Я смотрю, мои коллеги, президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. У меня голова развалилась. Потому что это высокие технологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...